короче тема такая сейчас едем на базу скажем так и у них не света у них не должно быть не быть света с часу до 2 отключили в 2 и по графику говорят ближайшие четыре часа света не будет но так или иначе этот автомобиль нужно им передать и короче не последняя надежда а машину нужно уже отдать завтра света нет короче я охеревший но под сидячую жопу вода не то чтобы не течет и даже не бежит поэтому едем делаем делаем хотя бы что запускаем новое видео класс я смотрю и не верю своим глазам нет мой ящик всегда переполнен туда валится куча всякого барахла от троллей идиотских роликов но на этом ролике машина которая не существует природе это та самая тачка которую ford и шелби собирали передо мной гума помрачительный призрак но как-то странно больше трех тысяч не поднимает обороты может быть может надо было саживать фильтр все-таки вырезать произошло я думаю что еще радиатор полный бак топлива я харюс удаст поросенка течет как со свинги не знаю чем это закончится но мне это по душе мне это в жилу друзья всем привет двадцатый выпуск зсу юбилейный я вас всех поздравляю большое спасибо что вы это смотрите кстати прошлый выпуск зашел вот так вот на ура поэтому как говорит богдан незамедлительно схватили вот делать этот выпуск короче сели мы поехали с одной базы поехали на другую в дороге приключилась вот это вот хрень что-то уже произошло сша я думаю что еще и радиатор закипает да нету температуру поднялась понятно поясняю чем мы туда полезли выехав с одного из того поехал в сторону другого из того по дороге я понимаю что температура поднимается выше среднего а это что значит это где-то какой-то перегрев подняли капот посмотрели все узлы агрегаты не горячие руками можно все трогать значит никакого перегрева нет и значит нужно продолжать движение в сторону геннадия который все-таки большой технический специалист и он уже точно расскажет что с автомобилем пока остановились ждем нашего младшего научного сотрудника скажем тут который потерялся по дороге мы ушли направо на разворот он что-то полетел прямо на окружную дорогу я короче немножко что-то этот просрал поворот теперь надо будет их где-то искать потому что я без понятия куда они поехали сейчас знаю только что они повернули надеюсь они между сейчас он где-то там развернется потом спустится по веду кули же кленовому листу развернется не знаю сколько времени прошло но участие только сейчас развернулся на дорогу к ним коров а заодно мы посмотрим действительно ли это температура потому что сейчас я остановился и она либо должна упасть либо же подняться либо же держаться на одной отметке пока просто наблюдаем не говорю ничего ни да ни нет сейчас приедем к гене если у него есть этот электронный градусник померяем температуру самого двигателя померяем температуру охлаждающей жидкости и вот если она будет выше нормы каким-то боком как показывает датчик вот тогда проблема если нет ну значит понимаем что это датчик во флит смысле говорит неправду пока ждем греемся вот здесь вот тепло вот здесь прохладно вот здесь тепло центральная часть печки нихура не работает ладно мы сейчас делаем на в рот и в ноги чтобы дуло так на даже не пропустить нашего влада ура 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 я догнал их все прекрасно она как-то странно больше 3000 не поднимает обороты сейчас будем разбираться есть еще одна проблема ну как проблема я-то понимаю что где-то это небольшая проблема но тем не менее больше 3000 она не хочет ехать на 5 передачи то ли действительно нужно было сажевый фильтр вырезать как парни говорили то ли еще какая-то проблема может быть топливный фильтр может еще какая-то штука беда заключается в том что плохо что эта машина стояла столько времени у чуть ты делаешь а он сельпо типа хотел зарулить за едой шо хочу а он типа снимает камеру что вы медленно едете я просто думал что-то случилось поэтому я и стану не не нормально все просто больше трех тысяч машина не едет больше трех тысяч оборотов почему причина этому пипец большой вагон и маленькая тележка начиная от сажего фильтра заканчивая электроникой включая сюда еще клапан егр что это такое мы разберемся уже у геннадия а сейчас я понимаю что до 100 километров в час мы разгоняемся легко дальше сложно но больше нам и не нужно а осталось нам не так уже много и ехать километров 15 все удачи наезжать и не потеряйся я поделюсь вообще маршрутом вот это я молодец забил маршрут и сам втихаря еду к нему знаю дорогу а никому не скинул поэтому влады потерялся и старшлагбаум нам не открывает они открывают потому что нету электричество поэтому шо правильно едем полями здесь ну только помыл машину это просто шляпа вольвовом но запускать надо все мы решили не надо так называемый андер автомобиль это и так и и а и и и и и и мы вам здрасте а шо губы не накрашены не причесана я хочу вмерти не треба потім все потім да не воно еде але там трохи блин у мене сумніви порами треба бо так як її поварили то її поварили але я подивився з ями там обнять і плакать в порівнянні з тим що робите ви це просто шляпа дегена сейчас придет геннадій і будем общаться в первую очередь по температуре потом возможно он сядет на ньом проедет даст ему подсраку как истинный джипер а сейчас влада собака загрызли так а ну что за хорошая новость у меня хорошая надежда на хорошие новости давай все так хорошо начиналось у меня хорошие новости но это уже хорошо но во первых мы уже почитали книгу и мы теперь понимаем вот как она там будет работать то есть пока я ехал вы прочитали всю вот эту книгу нет гена нашел то что ему надо гена сразу на колдуна пошел и я слышу за колдун шо шо за колдун что это за запчасть вы опознали что она делает но короче я начала тормошить в очередной раз этот исузу который сервис официальный вот ну видимо так как позвонила девочка с такими вопросами чуваки заподозрили что-то неладное вы их можете на стенде посмотреть и таки нет у нас такого нету игру мальчики ну помогите но нигде нету ну пожалуйста они такие попробуйте обороте я прохожу и прожалую они меня и послали вот я звоню в opel мальчики пожалуйста помогите 4g x 1 30 форсунки очень надо диагностика прошу про какой автомобиль речь купили мы машину для пацанов в июне первый раз жизни я отошел от своих предпочтений и взял то что вроде бы слегка сломано для того чтобы это сделать и отдать машину парням прошло уже 7 месяцев эту машину кто только не делал уже столько и стою мучили новый мотор купили другие форсунки купили стартер купил кучу всего купили новое сцепление и машина до сих пор ни разу не запустилась а воно на йорке даже не все за шо вкладышей и куски поршень звитки струбера ого так а шо внов загали мертвы воно живетики мотора купить сейчас она стоит еще на одном очередном сервисе только что звонил парням машина не едет вот такая вот беда есть у нас один этот проект когда-то закончится и он параллельность по нему снимается некое видео но такого геморроя в моей жизни еще не было nissan это просто цветочки по сравнению с тем труппером сколько он принес горя проблем геморроя сотый кукурузер было дешевле купить чем тут гребаный труппер так так ух ты это это хорошо ли это плохо а это кто-то типа делал да да и и делали а что не видно я же говорю что я к тебе приехал чтобы ты починил и денег брали да 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 назад отобрал шо шо денег назад отобрал ну там типа якобы только за материалы но судя с цифрами гены я понял что меня на любили сколько какие материалы смысле какие материалы там не знаю уголком на 7000 гривен ну не знаю улику уголков арматуры и прочие штуки меня счет есть если что я могу показать если нет они и говорили они и варили там я видел два уголка приваренных до по 20 сантиметров ну ладно по 20 там еще два по 10 есть то с мусора смысле с мусора то не новые уголки нет они новые новых вот два есть уголка по 20 сантиметров новых два уголка по 20 сантиметров хорошо сейчас сейчас у нас записан каждый ход уголок начать продавать я думаю может это денег приносит думаю чем же заняться а извините 1200 уголок два штуки на 1200 гривен а два уголка на 1200 смотри уголок две штуки 1200 гривен так есть такое дело есть уголок я вижу да а сколько его там стесняюсь просить два куска по 30 извините сантиметров два куска по 30 сантиметров но смотри показы показываю какие работы мне сделали поэтому nissan масло в двигатель ну ладно понятно литр 310 гривен 310 гривен масло в мосты в раздатку 4000 гривен жидкость гидроусилителя 370 596 стойки стабилизатора которые развалились сразу ремкомплект по баку вода сварка нахуй и переделывать это проживет месяц и вода сварка наклеить что ли ну вот это помнишь то что мы лечили блять я знаю хорошо к двухкомпонентная ну это шо мертвому припарка это ж ну дома полочку приклеить а внимание чтобы не я читал что тут написано роман обман 키 съевли ты тык 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 до 6 тыс тыс такой сот 6 тысяч гривен плюс вот за вот это с меня взяли шесть тысяч гривен это нормально это вообще не работа это вообще не сварка это тупо наибового в чистом виде как бы начала до конца вот но это вообще не сварка вот то то что мог заглядывать низ как бы и типа это не варили ну это нихуя не делом это взяли 6 лучшее влагалище . товарищи я понял но это это похоже на ситуацию как в трупере только они варили на жигули всегда по наружу как бы знаешь как типа порог сверху кинул по верху как бы так прихватил на точке на продажу правильно сказать что парни которые в принципе взяли денег за ремонт автомобиля всю сумму они вернули обратно фонда зсу поэтому за такой ремонт с нас вообще денег не взяли тоже большое спасибо вопрос номер два температура по датчику выше среднего но до красного не доходит я от стоит я вот судорого выехала но только выехал со стена дорогу она сразу поднялась и от руки очканул открыл капот везде все посмотрел все нормально открыл пробку радиатора ну тут чуть-чуть вышло нигде ничего не купит все стоит ну то есть он нормально все как хорошо и все так как и должно быть потом ехали сюда стояли в пробке влад потерялся мы еще стояли далее специально не глушил я думаю уже воздушная пробка мужа еще чего-то ну короче по-разному и приветик и еще момент больше 3000 оборотов на 4 5 передачи в мнение ли мне если педалька вот так вот нажимать он начинает разгоняться дальше но если статически нажимать то нихера и лишь польский знаешь да там на крыльчатке есть надписи от рекомендую почитать что нам друзья поляки прислали можно попросить гугла он переведет но машине дупо мотор меня на и передают привет передаю сразу а так ты знаешь что это значит если через переводчик мотор здесь уже меняли машине жопа и все это было в грязи то есть вот это отмыли от кусков говна и под глиной под говном были вот эти надписи значит смотри первое что я тебе скажу это ебучий за 30 заставить его ездить я не умею ну это нормальная ситуация или нет уж он ну то есть до 100 километров в час он фигачит где очень динамично и по полю мы здесь проехали это за 230 заставлять его ездить я не умею короче это не критично если шо пацаны все равно по полю со способкой не поедут что у него по датчику темпнуть по температуре не знаю надо смотреть но она не поднимается выше она стала выше серединке и стоит чуть-чуть выше да а печка издувается нет я и включал на 4 печку и так вообще нифига вот как стояла так и стоит тепленький воздух идет мы аж блин вспотели но она не горячая да конечно я сразу вышел открыл пробочку но чуть-чуть только не кипит нифига везде все же дать есть так на что вот банально разъемы почистить не это скорее сам датчик уже давайте дачу поменим я завтра обещал эту машину отдать не зашли ты ее не отдашь там сварки столько шума блять ну просто так со сначала эти же волки я не поварю сверху мне это все средства два уголка по 30 сантиметров стоя там еще заварены кусочки вот так вот разных это со не торчат разные стороны как это себе вот ну надо снимать задний мост нахер короче на полку надо снимать бак срезать на хер вот это вот все что говорили на как бы и из кусков как бы поверх него и варить новую раму но не новые там куски вот эти которые как бы их надо варить поверх старых но поверх старых сейчас торчат вот так вот в разные стороны куски уголков наваренные предыдущими сварщик я не положу туда ничего так а зачем они туда ежик наварили по времени приблизительно ну значит как бы товарищ ботсман сделает один день ну а подожди это с ботсман не можешь вот так он не приезжает в том-то и дело надо сейчас ему позвонить вот спросить когда он может приехать вот к этому к приезду нужно разобрать до снять задний мост вот и бак который тоже сварить и отодрать холодную сварку ну так эта машина сломается пополам там 20 километров но там нет нихуя там вот как бы центральная балка к которой крепятся два продольных рычага верхних вот она висит в воздухе она приварена на какие-то сопли с одной стороны и вообще не приварена с другой стороны и поставлю две распорки вот чтобы не сорвало вперед назад но вверх-вниз она до вторынка доедешь они сделали как надо я просил сделать хорошо тогда еще 7 200 сделали мне хорошо короче они сделали себе хорошо и да нужно было уточнять наверно машину хорошо они просто оставить машину неделю чтобы не трогали потом вы сделали ее за следующую неделю чтобы было понятно я ее завез когда я привез месяц наверно уже да короче месяц вот я первый раз человек приехал забирать она не готова но мы там постояли поулыбались второй раз алё готова всего пипец приезжай забирать приезжаем я только выезжаю с бокса слышу такой рвется стойка стабилизатора поперечную устойчивость короче едем колеса вот так я наш на этой резине начинает скакать прыгать вибрация просто ебнуться глушителя нету все ну как ехать на такой машине обратно заезжаем а и гидраль что самое интересное заезжая на заправку залитом топ потом полный бак топлива сюда тут лужа я харю сюда с поросенка течет как со свиньи но разобрались там в обратке есть такая штука рестриктор называется ну короче ограничитель давления знаете и там этого ограничителя не было и все давление фигачила на сюда и поляки не смогли с этим нифига сделать и машину продали посмотрел на чем я ехал с николаевым ты что покажу пошли есть на что посмотреть пошли ты что-то что экскурсия разбит овщент и как бонус плюс там добавилось отсутствие лобового стекла блять николаева суда до бурки как уячил на вот этом вот чудовище блин да ты герой а то и эта машина которая была на ходу а что ж тогда не на ходу покажи чекай зараз я тебе с початку фоточку друзья военные вот если у вас есть поломанные машины мы когда едем что-то отдавать мы можем точно также и забрать потом вот это вот мирная девочка вернее так девочка в мирное время бывшая парикмахер а сейчас она просто сварщик слесарь сборщик настройщик вот таких вот аппаратов на самом деле софия просто сидит на бумажках и где-то кому-то что-то передает но когда уже рук просто не хватает она берет сварочный аппарат где варить шовы идет туда и начинает фигачить и попрошу заметить я видел эти работы все там нормально как нормально короче вот так как поварена рама софия сказала что вот я так умею ладно пошли геннадию а там да еще по дорозе покажу вам декорка активок ух ты ты кто гиберти а ты чей санаж а для части остается собака но это новый персонаж ее раньше не видел то есть раньше оскаты и были мы сейчас лысые собаки не совсем они лысые но такое у тебя також привезли вона приезжала сама ли и там бороться всю ходовку и и не только там не еще печалька так теж все простреляно а это что за часные трупики битки простите это еще не трупики это військовые на x5 військовых в нем кто-то здорово по-багатому а хорошо оседанут этот задний привод задний привод это військовые вимушены были выбрали машину бо чувак ее хотели на продаж короче история яка чувак ехал завдания прибылы в киев он заехал забрать эту машину забрать и здесь по дорозе заснулся неопытный ну когда человек уставшим понимаешь надо лечь и да ладно пусть будет уставший надо говорить я не люблю папа паршайки линия не надо чтобы донаты проходили веселее в telegram чате на прошлой неделе мы устроили розыгрыш мы разыграли тубус от 7 7 бля короче от топора эх вот эта вот штука уже разыграна и она уже уйдет одному из наших подписчиков всю эту штуку можно посмотреть на нашем лайв канале как было разыграно и сейчас для того чтобы просто подбодрить людей на сбор донатов мы разыграем вот эту штуку артиллерия виконуя головну стримуючу функцию фактично вогонь цих самохидных артиллерийских установок стрима и просувания ворога значит история этой гильзы в пятнадцатом году она была отстреляна по счастью в пятнадцатом году художница юрченко марта в пятнадцатом году городе счастье она вот эту гильзу разрисовала вот теперь вот это штука достанется абсолютно бесплатно тому кто сделает абсолютно любой донат самый популярный 25 гривен от 25 гривен до бесконечности все донаты принимают участие рандомным образом через неделю она будет разыграна и точно также на лайв канале мы эту штуку покажем можно сказать в прямом эфире кто же выиграл друзья помогайте украинской армии реквизиты внизу приватбанка вот здесь вот реквизиты монобанка разом до перемоги разом сила и сука цю нацию не зломите это была первая паджера мы с ней сняли кузов и будем оставить и мы будем делать баги збирать еще два кузова не кузова а ходови яки вцелили будет такие баги отражать или отделить он он не пережил а цю машинку видала наша подружка на вину цей было особистой авто воно было перероблено в пикапчик або она маленькая и чтобы было зручно хлопцем и мы ее забрали тоже хотела отновить но мы не розумели и пошкоджение коли вона уже приехала стало ясно что она никуда не поедет и мабуть донором не будет взагалі або все разбито она подервалась на мини и на жаль в ней загинуло трое бейцов ось и но такая печальна в нас поки стоять и тут все и мотор побитый коробка и ходовка все в чент немае ничего целелого ну а лавана стыла перенести багато користи так 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 если появится свет в идеальных условиях это сколько по времени машину да ну день сварки с утра до вечера сварки а до этого там помню разобрать эти свои покажу эти шасси ну а с цих двух будем липыти одну мы кузов сняли вот как раз сегодня враньце встыгли это будет донор и печалька батюш а вот это типа 2 да так а ну давай угадай что за машина где блины 200 не близко значит педжеро когда машина собрана она сука здоровая а здесь ну пипец какая-то она маленькая ну ты же перси да из этого будем делать багги не ну это будет зачетная багги ну потому что все работает а кузова нет блин она и легкая получится вот это правда и жрать она будет ладно сейчас звоню согласовываем мы вынуждены уехать на несколько дней из этого сту оставил автомобиль здесь хотя я пацанам пообещал что я эту машину отдам но я ее не смогу отдать потому что она еще не готова мне потом просто будет стыдно в глаза смотреть поэтому два тире три дня ждем а мы пока поехали домой в 28 раз или не знаю 28 короче 12 это раз едем на череду из двух я знаю уже информацию о том что в вчера не было до конца сделано рама хотя по прогнозам должно было бы вчера но есть один момент есть одна корректировка не было света в области ну как не было вместо четырех часов внеплановых его не было шесть часов и за шесть часов парней короче не доделали подготовили там чего-то нарезали болгарками которые были с аккумуляторами а сейчас они должны все это дело заканчивать так вот закончат ли сегодня автомобиль сейчас мы это не знаем да 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 старая слепая уже совсем стала да привет шкура любительница нюхать масло и выхлопные газы так и шо и шо я слышу сейчас мы в ваше царство зайдем каким-то хуем на мордик одевать сайтаном она пацаны это здесь короче рама сделана просто объяснительно я там сделал комментарий под машиной я очень не уверен что будет слышно но тем не менее вот то что сделали пацаны вот это достойно внимания не просто вау а просто перфекта ну они сейчас там все больные поэтому софия попросила чтобы все купили маски но мышки покупанные пацаны маски мы купили и все втроем положили в карман у нас есть пассивная защита сейчас еще пойдем разберем бак вернее бак на полу лежит посмотрим где там его запаяли с холодной сваркой и посоветуемся с пацанами нужно ли отдирать эту холодную сварку и его нормально заваривать либо же они сделали там все нормально ну и плюс мост валяющийся на земле тоже прикольная штука все пошли снимать ай давай ты шкура старая ты тут живешь еще мои внуки не родились ты уже старая старая седая морда не хватает таких нигде крышек не хватает эти крышки были украдены до нас еще в польше какой-то мальчишка с ржавыми отвертками украл все колпачки вот втором этаже там есть оба и бабах эти где-то заглушки слушай слова где-то я слова где-то положили мой трос временно его уже не могут найти пять месяцев на ответственное охранение да да все пацаны поехали дальше за ниссаном вечером приедем кто со мной в сторону херсона завтра поедет один шо мы мы такой бронежилет такой вот отсюда и блядь да я езда что ты кушаешь не знаю сама приползло одевай сейчас пополам сломается или нет ну колени не согнулись уже хорошо то он как-то так такой надели такую это какая класс защиты стоят ясаповские плиты ну и сапы американские надо максимально это таком числе день я бы не смог да ладно не смог бы это еще боекомплектами обвешать когда снимаю голову мою потому что неудобно кевлар интересно если ему сейчас еще три рожка повесить две гранаты засунуть автомат повесить он сломается пополам или не кажется мы в ранге и взорвемся с ними что повесить чего-то больше дополнительный рюкзак весом 32 килограмма уже повесить на него рюкзак да вот так вот по мере бронежилет и все будет нормально и все повесточку вручили подписался у меня даже тут достал ну что дышать легче стало что не я потяжелее технику нашу чем это брони но еще рюкзак 32 килограмма и еще взять да да но тяжело прям ходить как минимум а пацаны ходят и причем ходят очень-очень далеко много и как говорит миша я его снимаю только тогда когда надо голову помыть ну все поржали теперь помчались все пока мы помчались украине есть веерное отключение света и вот когда свет отключают больше чем там на 23 часа и мы не рассчитываем в данном случае отключали очень намного естественно выдача автомобиля сдвинулась и естественно появилась у нас свободных пара часов для того чтобы поехать и взять прицеп едем за прицепом вообще нормальные люди для пацаны на будущее надо показывать размер сколько осталось а то давай 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 стоп один бы наверно а лучше бы заехал а вот теперь все доброго вечера софийка мы приехали бачишь вы реально хорошо вам повезло бы я уже шел выгонять и машину так все мы пришли мне как раз так что все момент x выезжаем а так она еще висит еще тут еще все хорошо это называется ключиком мы сейчас подтягиваем очень аккуратно ключиком на 10 он конечно с виду молотка но то нормальдос чем им а и вот стою я тут не как мужчина как подпорка для капота шайтаном она ну что открывайте ворота я поехал да вот это уже настоящий бандера мобиль снимали из топливные шланги поэтому я держу сейчас слегка повышенные обороты для того чтобы не было воздушной пробки все выезжаем просадки не было едем-едем-едем-едем едем-едем 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 едем-едем-едем едем-едем-едем-едем-едем-дем-едем-едем-едем-едем-карккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк еще еще чуть-чуть как нормально сейчас мы все это дело крепим и летим все равно обосрался как скотина тяжела работа волонтера вроде бы нифига не делал уже грязный все мы полетели счастья здоровья терпение благополучия душевного равновесия лет до 100 без капитального ремонта в органах в общем выздоравливай ты нам нужен живой здоровый а а а и у у 2 у у у камеру вот там лежала бедненько в кучиках ну не в кучиках в траве надеюсь что она переживала більше за все там да если бы она вот туда было бы очень плохо а так еще нормально хотя бы неплохо хорошо что заметили потому что уехали фоточку тебе скидала писала я тебе там фоточку скидала писала да я не бачу знай шла мы уже приехали вот так она даже не разбилась они было там что калюжа злач злачные дали а так она еще и пишет да дякую софийки за то что мы короче поехали я камеру я потім расчехлиться когда уже мы на трассу выезжали что я ее ставил на ловете и она десь загубилась а лео лео софия с хелп ми все теперь мы точно поехали все спасибо пока минус камеры нету это уже хорошо в этом видео я практически потерял одну камеру вот был сюжет когда она упала с прицепа мы уехали на самом деле прошло минут сорок когда софия просто ее нашла это мы расчехлили что она упала так вот от иронии судьбы никуда не убежишь дело в том что после этой поездки когда я выдал автомобиль и я сразу же поехал в турцию в турции надо было забрать разбитый volkswagen завести его сюда на atlant m к официалам и вот когда я заснял автомобиль как съезжал с прицепа вот там у меня упала камера там было несколько человек которые обслуживают этот автомобиль есть огромная закрытая территория есть охранники есть камеры и сука никто нихера не видел я себе уже купил другую камеру но материала не вернешь поэтому выдачи финала здесь не будет друзья огромное спасибо что досмотрели это видео большое спасибо что смотрите другие видео большое спасибо за то что донатите потому что благодаря именно вам получается выдавать парням автомобили благодаря вам получается привести вообще вот эти вот автомобили на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах а следующий выпуск он тоже не менее интересно чем вот этот все теперь точно пока